Мне помогало окружение в виде отца и брата, который в итоге стал программистом. Они мне внушали, что я все могу, что меня ждут великие дела, не важно, что я девочка, если у тебя получается, если тебе нравится, пожалуйста, вперед. И второе, это, наверное, математические способности. Без них было бы очень тяжело преодолеть какие-то начальные трудности. Да, было бы гораздо тяжелее. Наверное, повлияла моя любовь попробовать что-то новое. Я честно скажу, у меня не было цели построить свою карьеру в IT, и я достаточно неожиданно для себя получила приглашение на собеседование. А когда прошла уже все этапы успешно, у меня еще параллельно был, так сказать, альтернативный выбор. Но мое желание попробовать что-то новое и попробовать себя, свои навыки, свои силы в новом направлении, в направлении IT, в отделе рекламы IT-компании, взяло вверх. Вот. И так я оказалась в IT. Если пойти прямо по моим стопам, то надо уже начинать со средней школы, а то и с начальной. И так дотянуть до технического вуза, там найти благоприятную среду и там уже выбирать направление, которое нравится. Если опустить банальности, я бы, наверное, порекомендовала найти в себе интерес, потребность разобраться в какой-то IT-области. Потребность, она должна быть внутренней и не только материалистичной, но главное, чтобы она была вот яркая. Например, вам родители отключили или кто-то отключил компьютер и вы начинаете изучать компьютер, чтобы включить его обратно. Или вам надо что-то заломать, или вам... Сейчас вредных советов не советую. Или вам надо подзаработать и вы выучиваете, как делать сайты и подрабатываете. Или вам надо с одноклассниками поддерживать разговор, вы как-то вот ту программу установил, проапгрейдил компьютер, что-то новое, вы в чем-то вдохновились и вот у вас интерес. Когда существует такая потребность с интересом, искренним интересом, легче преодолевать какие-то препятствия начальные, а они сто процентов будут. После этого у вас начнет получаться, вы преодолев это, вам понравится. У вас получилось, вам понравилось, вам понравилось, у вас получилось. Вы входите в этот поток и вуаля, вы зашли далеко. Это такой интересный вопрос, потому что я сама еще считаю себя новичком, так как я только недавно начала свой путь в IT. Но если в целом говорить про рекламу и маркетинг, то, наверное, новичку я бы посоветовала тот же подход, который когда-то выбрала я. Я начинала со стажировок в отделах рекламы и маркетинга крупных компаний. И я считаю, что знания, полученные при обучении, это, конечно, здорово, но ничего не заменит вот то погружение в кухню отдела, когда ты как шестереночка большого механизма начинаешь работать. И мне кажется, только реальные кейсы и наставничество профессиональных руководителей, они как раз таки и в тебе формируют те самые необходимые тебе в будущем профессиональные навыки. Практиковать, практиковать и еще раз практиковать. Секрет тренеров, которые выращивают целых чемпионов по олимпиадному программированию. Другого они мне не рекомендовали. Вот прям рабочая схема, серьезно. И также, если вы узнаете какие-то теоретические вещи, вам надо обязательно их обсудить, записать выводы с конспектами, опробовать. И все это в довольно короткий промежуток времени. Тогда это сто процентов у вас закрепится в голове и вы будете великолепны. Я на этот вопрос отвечу на своем собственном примере. На примере человека, который достаточно неожиданно попал в сферу IT, в достаточно новую для себя сферу. Я считаю, что самое главное это бороться с синдромом самозванца. И самое главное помнить, что не боги вершки обжигают. Это, кстати, одна из моих любимых фраз. Поэтому самое главное постоянно совершенствовать свои знания и не бояться проявлять инициативу. Предлагать руководству какие-то свои идеи, проекты. Вот как-то так. Я думаю, повлиял брат, который является программистом, светочем в моих глазах и почти недостижимым примером. Но он показал, что так можно. И что это не так уж и сложно быть крутым в сфере IT. Даже если ты родился в маленьком городке, у тебя может все получиться. Повлияло на меня то, что на втором курсе я работала на кафедре рекламы и маркетинга в своем университете помощником заведующего кафедры. И благодаря своей работе я могла посещать какие-то дополнительные интересные лекции с какими-то классными спикерами. Какие-то там закрытые круглые столы старшеклассников. Я могла посещать выставки и, наверное, благодаря этому, благодаря моему первому месту работы у меня укрепился мой интерес и желание дальше продолжать развиваться в этой профессии. Я считаю, что спорт, занятия спортом помогли мне развить силу воли, которая помогает, в свою очередь, преодолевать серьезные трудности, добить такие. Ты знаешь, что ты можешь. И, наверное, музыкальные инструменты приучают к тому, что рутина необходима. Практика, рутина, от нее никуда не деться, но она дает тебе способность это спокойно воспринимать. Ты станешь лучше, даже если будешь делать какие-то маленькие незначительные вещи, но каждый день. Я очень люблю кататься на сноуборде. И обычно, когда приезжаешь на какой-то горнолыжный курорт, уже ко второму дню достаточно хорошо знаешь трассу. И как бы ты не пытался, я считаю, что все-таки невозможно проехать один и тот же склон дважды абсолютно одинаково. У тебя появится либо какое-то желание все-таки сделать этот спуск непохожим и, например, как-то иначе во второй раз зайти в поворот. Либо же немножечко сменить траекторию тебя заставит какое-то внешнее обстоятельство. Это, например, будет лыжник, который остановился сфотографировать какой-нибудь красивый пейзаж. И вот когда в моей работе доходит дело до какой-то такой рутинной задачки, я стараюсь даже там проявить какой-то такой новый подход, посмотреть на нее под другим углом. И тогда не появляется какого-то выгорания, и ты продолжаешь работать с удовольствием. Спасибо.